Татьяна, что случилось? Привет, агрономша. Она агроном, а не агрономша. Будешь сплетни распускать, я у тебя весь товар заберу, усёк. Ой, ой. Оля, знаешь что? Васю в эту пятницу в городе видели. За три дня-то мог бы и пешком из Ивакина. Ты чё уши греешь? Я вижу, ты не усёк. Ну-ка пошёл отсюда! Чё кидаешься? Ничего! Развесил свои! Оль, ну я же должна была тебе сказать. Спасибо, тётя Зоя. Оленька, не жди ты его. Не надо. Одни нервы с ним. Не надо. Субтитры создавал DimaTorzok Оль. Я там сарай посмотрел. Надо было тоже отремонтировать. Как-то. Да, хорошо. Там чё случилось-то? А, да пустяк. Тётя Зоя туфли оставила, завезли и вот, деньги будут, заберу. Так, может сейчас заберём, а потом чё, потом разберёмся. Так она уже закрылась. А, закрылась? Угу. Чё-то рано она, да? Ну, переучёт у неё. Ладно, пойду покормлю детей. Оль, я чё хотел тебе сказать? А, так ты насчёт ремонта, так правильно ведь. Хорошо. Да не, не, это ремонт, это понятно, это само собой. Это, я думал. В общем, Оль, я решил. Ой, ты рабочий? Так. Ну да. Выгружаем, ребята. Хозяйка. Здравствуйте. Здравствуй. Оля. Очень приятно. Игнат Иванович, принимай гостей. Угу. Ну, Оля, где жить будем? С объекта едем, вымотались все. А, у меня сарай только. Вас четверо? Четверо. В сарай? Мы что, бычки что ли в сарае жить? Стоп, стоп, ребята, не разгружай. Привет, привет, Игнатьич. Приветствую. Чё ты завелся-то? Ну, как чё, в сарае жить? Пить, ну, я ж не знаю, как вы договаривались. В сарае не жить не хотят, а где-то жили. Да, вот они вам их и настраивали. Тихо, тихо, тихо. Ты, ты, подожди. Идите, уговор был другой. Всё, всё, не заводить. Всё, нормально. Подождите секундочку, сейчас мы договорим. Да? Ну, как вы договаривались-то? Ой, ну, я думал, проблему будем решать по мере поступлений. Правда. Ну, поживите пока у меня. Места хватит, дом большой, крайний. Ты так и планировал? Да я вообще ничего не планировал. Ну, подвернул с бригады. На них очередь стоит. Я вот хотел как раз тебе сегодня об этом сказать. Не знаю, а что люди скажут? Да какая разница, что люди скажут? Они что, думаешь, нам кости ещё не перемыли, что ли? Ладно. Только в период такие вопросы со мной решай, хорошо? Я сегодня хотел, Оль. Всё, пускай разгружаются. А я пойду покоромлю детей. Вот хорошо. Давай. Выгрыжайтесь, ребят. В доме будем жить, всё нормально. Всё отлично. Выгружай. Чур, это мой диван. Мам, мой. Так, не ругайтесь, вы не дома. Ну, почему не дома? Дома вы. Дома мама правильно сказала, ругаться не надо. Вы диван пополам поделите. Вот это моя половина. А это моя. Бригада хорошая, так что за пару недель всё сделает. Пару недель? Ты говорил, за одну? Ну, я так недельку с запасом просто. Ура! Давай, метр двадцать и прижимай. Серёга! Молодец, Василий. Ну, давай, ровнее, ровнее прижимай. Василий, ну, скажи ты ему, а? Серёга, плотнее прижимай. Ну, что же, начальник? Эдуард Иванович, оторвитесь-то, как заведённые работаете. Вот, лучше перекусить. А, спасибо. Ребята, полчаса на обед. Оля, слушай. Да? У меня вот какая, конетель. Ну, ты сама видишь, ребята стараются. Да, хорошо работают. Хотя как мухи сонные были. Вот, и я о том. А чтобы они хорошо быстро работали, их надо горяченько кормить. А у меня как назло повар-больница. Нам бы раз в день горячего, а? Слушай, Оля, может, пару-тройку дней поготовишь, а? А вечером и уж сами. Хорошо, мне только в радость. Ребята стараются так. Ну, так, замётано. Спасибо. Да, вот ещё что. Я им завтра суп сварю и утром занесу. С кашей вам чипусами накроют. Спасибо. Да. А ты что, их завтра кормить не будешь, что ли? Нет, завтра я в город еду. А меня возьми в город. Меня тоже. Вы останетесь здесь. А зачем тебе в город-то? Какие вы все? Любопытные. У меня дела. Оль, послушай меня. Подожди. Ну, подожди, послушай. Нам надо серьёзно поговорить. Вить, давай лучше не сейчас, ладно? Ты лучше иди уложи детей. А я приеду, и мы с тобой поговорим. Хорошо? Хорошо? Хорошо. Хорошо? Угу. – Юлька. – Привет. Привет. Слушай, ну что за срочность? Я уже думала, что-то случилось. Почему по телефону не сообщил? Да я уже замучилась. Виктор, дети, рабочие. Слава Богу, что ты в Астрахань уехал. У них все срочное дело, Юль. Ну говори. Мне нужно Веру найти. Зачем? Васю в городе видели. А Вера наверняка что-нибудь знает. Опять? Ладно, пошли Верку искать. Горе-то мое. Она вроде бы в Зеленхозе работает. Фамилия у нее точно другая. Второй раз замуж вышла. Ну ладно, как-нибудь найдем. Второй раз? За кого? Успокойся. Если бы за Васимой, у меня бы такая новость точно не прошла. Здравствуйте. Вы кому? Это ко мне. Чего пришла? Ты Вася Вершкова давно видела? Давно. Как после армии уехал, так и не появлялся. Говорят, его в городе видели недавно. Да ладно. Наивная ты. Знала бы. Все равно б тебе не сказала. Может я и наивная. А ты дура. Рябин, слышь, постой. Привет. Привет, привет. В коттедже они живут. На загородном шоссе. Коттедж у реки. Он там один такой. Девки говорят, мать его там видели. С внучкой гуляла. С внучкой? Да. Маленькая девочка, года три. А Вася? Дом, наверное, сидит. На Колымел на севере. Жену нашел. Коттедж построил, вот и балдеет. А я его не видела и видеть не хочу. Ладно, спасибо, Вера. Югомонная. На загородное? А, знаю я этот коттедж. Недавно построили. Зачем тебе все это? Юля, я все должна решить. Виктор его подпредложение сделает. Юля, я отмоталась вчера, думала, не выйдет. Ну, как я могу это сделать без Васи? Ты всю жизнь его ждать будешь. Тебе толком говорят, у него семья новая. Ну, куда мы премся? Думаешь, тебя там ждут? Но если ты по-прежнему думаешь, что Вася такой хороший, то сам вернется, когда его совесть заест. Тебе нужно новую жизнь начинать. С Виктором, Оль. Да я устала начинать все сначала, Юль. Да и бабушка говорила, стерпится, слюбится. Не знаю. Да и Виктор уже детей за свои считает. Ну вот, видишь. У них же есть родной отец. А то, что у Васи семья, тебе как? Если бы он хотел тебя или детей увидеть, давно бы приехал. Ну, сколько ты будешь унижаться перед ним, перед его мамашей. Ну, имей ты гордость. Нельзя все время все прощать. Или ты хочешь, чтобы он тебе третьего сделал и опять исчез? Он отцу родному строчку не написал. А ты говоришь, дети. А я переживаю за тебя. Вот что. Ещай-ка ты домой. Успокоишься, подумаешь. Взвесишь все. Да, наверное, ты права. Не нужно туда ехать. Извините. Можно поехать в город, а потом Васильки. Ладно. Таких поведений не бывает. Да. Это моя, моя, моя. Так, дети, оставили торт в покое. Пошли маму встречать. Быстро, быстро, быстро. Оленька, это тебе. Мама, мама. Спасибо. Прям задарился всем. У нас праздник. У нас тоже. Так что прошу к столу. Проходи. У нас готово все. Пошли, 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 пошли. Пошли, пошли, пошли. Мам, а можно нагулять? Да, конечно, бегите. Эх, надо было две брать. Да зачем завтра быть на работу? Я тут вот размышляю как раз. Может, бросил ты эту работу, а? Как это бросил? Не, ну, не совсем. Просто тяжело и детей растить, и работать. Да я уже привыкла. Ну, и плохо, Оль. Ну, это же плохо. Плохо, что ты к этому привыкла. Плохо, что вообще женщина к этому привыкает. И вообще это неправильно как-то. Ну, когда человек один, человек не должен один быть. Ну, да, не должен. Ну, ты знаешь, ничего, Антоныч, как-то привык быть один. Ну, Антоныч, это... Антоныч, это Антоныч. Это... Я... я про нас с тобой. Ну, как... потенциальную пару. Оль, я тебя люблю. Ты бы за меня пошла? Я без вас не могу. Да, Витя. Да? Да. 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 Женихи, невеста, невеста, невеста. Бандиты мои! Мои хорошие! Ну, мы заживем теперь. Мы теперь с тобой таких дел наделаем. Таких дел. Подпуск, подпуск. Вместе поедем на юг. Поедем на юг, а? Поедем. Холодильник купим. Холодильник вот этот большой, серебряный, вот как ты хотела. Чтоб тебе удобно было. Дом новый построим. Оль, дом новый. Я же забыл совсем. У меня заначка там. В шкафу. Сейчас. 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 Чертую матери сломай. Извини. Да ладно, я застираю. Ничего страшного. Так, не мешаемся. Давайте в комнату. Все, все, бегите. Бегите. От двора и валуемся. Слушай, может, и здесь есть маленькая палочка. Вить, давай не будем торопиться, хорошо? Им же нужно все объяснить, видишь, как смотрят. Тем более, сам понимаешь, они же ко мне привыкли. Надо. Давай с ремонтом закончим и потом все расставим под своим местом, хорошо? Хорошо. Завтра все ускорю. Так, стоп. Вот это что такое, зачек? Что за гвозди? Я тебе вчера килограмм своих давал. Хорошо. Тебе нужны килограмм гвоздей, я тебе завтра полтора отдам. Хорошо? Что значит, я тебе отдам? Подожди, это начинается. Сначала шурупы, потом гвозди. Я что, не знаю, что ли? Ты просил, чтобы в среде крыша была готова? Просил? Смотри, работа идет, идет. Завтра среда, крыша будет готова. Я тебе не про это говорю. А я тебе про это. Я тебе про это. Обед готов. Так, не ругаемся, а то и дапрак не будет. Угу. Вась, возьми. Да, Оль. Завтра наш повар приедет. Ногу ему подлечили. Ага. А вы лучше своего Виктора кормите как следует. А то он меня чуть ли не сожрал вместе с гвоздями. Держи. Давай. Вить, ну ты чего? Ты нормально все. Дядя Виктор, а ваш повар умеет борщ варить? Наш повар, Вася, борщ варит так же вкусно, как и твоя мамка. И еще много чего. А ее с завтрашнего дня мы торжественно освобождаем от обязанностей поварихи. Ладно, уж так и быть. Завтра помогу вашему повару освоиться. Спасибо. Оль, что сделаем по высшему разряду? Чтобы кольца, чтобы гости. А шкаф этот на кухне сломай, к чертовой матери. Ну, надоело уже. Вить, может не нужно этого максимума? Давай как-нибудь скромно отметим? А шкаф ломай на здоровье. Ну, Оль, ну надо, чтобы праздник был, правильно? Ну, надо, чтобы дети поняли, что у них папка появился. Кто у нас тут? О, Аленка, хочешь праздника? Ну, хочет. Дядя Вить, а ты купишь машину? 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 Ну, а что, купим машину. Хорошую купим такую, ну, подержанную, да? Да он тебя спрашивает про игрушечную. А, Вась, конечно, купим машину. Че ты, машину-то? Хочу праздник. Ну, вот. Все, будет вам праздник. Марш в кровать, давайте спать. Слушай, Оль. Может, не нужно их баловать так? Так, Оль, давай так. Я мужчина в доме, да? Я буду решать, чего сначала купим, чего потом. Ладно? Ладно. Слушай, Оль, может, им скажешь, пускай они меня папкой называют, а? Ну, тут им не указ, как сами захотят. Аленка, иди есть. Господи, ты что, разрезала тюнь-дядя Вити? Разве это теперь не наша тюнь? Разве нет? А где Вася? Режет занавеску на костюм? На стройке. Учится на бригадира. Ладно, иди есть. Василек, пойдем. Мам, там повар приехал. Он тоже будет строить. Он мне конфетку дал. Ну, хорошо. Как новый повар зовут? Тезка. Как? Он сам сказал, что он тезка, так же, как и я. То есть, я тоже тезка, но меня не так зовут. Правда, мам, дядя перепутал? Правда. Пойдем, сынок. Пойдем. Садись. Ты сними тут эту занавеску. Лучше Васю покорми, ясно? Ясно. Голова болит. Хочешь, я тебя пожилее, мамочка? Хорошая моя. Садись давай. Милый мой, все хорошо. Все хорошо. Проследи, чтобы он сюда ел, ладно? Ну, Оль, теперь ты наш борщ отведай. Василий, ну похвастай своим рецептом, а? Вась. Вась, нам нужно поговорить. Ты ничего не хочешь мне сказать? Что ты молчишь? Где ты был? Оля, в тюрьме сидел. Как сидел? Вот так. Мы на Надыме на станции когда сошли, я в кафе там зашел и краем глаза увидел, как один поддатый к девчонке пристает. Так, к выходу он за ней. Ну, я и умешался. И понесло. Он за нож, я его так в витрину пихнул, что пополам чуть не перерезал. Ну, и милиция. И девчонке и след простыл. А мне за пьяную драку нанесение тяжких телесных пять лет. А потом он кони двигает, и я на 12 лет на Белое море. Твоя мать. Она же все продала и поехала к тебе не очень внуков. Мать. Да наврала она. Не хотела, чтобы знали, что я сижу. Сказала, что женился. Я об этом только потом узнал. Вась, почему ты мне раньше ничего не сказал? Да я не хотел твою жизнь ломать. Чего у тебя с уголом как-то связываться? Двенадцать лет. К тому же ребята говорят, у вас с Витей все хорошо. Да и я понимаю, сколько нас ждать-то мы же дали. Ты же сказала, тебе дали двенадцать лет. Попал под амнистию. А я ждала тебя. В городе сказали, что твоя мать уехала не очень внуков. Да, только чужих к богатым устроился. Слушай, мне бы хоть на секундочку дочь увидеть. А потом я уеду. Здравствуй, Оля. Ну, что, брат, грехи стажали? Что, брат, грехи, старые? А мальчишка на тебя похож. Ты чего? Васька. Ну да. Точно, его же Васька зовут. Вот я идиота. Вот она, новая жизнь. Где она? Кто она? Ольга. Ну нет ее. А в чем собственно дело-то? О, здорово, где они? Васька. Здорово. Здорово, герой. Ты где ж пропадал, а? Долго рассказывать. Ты Ольгу не видал, Рябинину? Видал у реки вроде. Спасибо. Ну, Вась, купи трубу от Урала. За полтинник отдаю. А зачем мне она? Ну так в хозяйстве. Ладно, да. Спасибо. Ну это возьми. Я так не могу. Ну возьми. Я тороплюсь. Вась. Что? А ты знаешь, Ольга замуж выходит. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, дети это хорошо, Вася Хорошо, когда у тебя такие шалопаи есть Ну пусть не все так просто вышло, пусть мотает тебя судьба Ну ведь растут стервецы, растут, понимаешь? Давай, Вася, за твоих детей, Василенка Спасибо Спасибо, Игнат Иванович Ольга замуж выходит за этого Виктора Ладно Куда ты на ночь глядя-то, Васяк? Да поеду Не пари горячку Вась, подожди, подожди Ты еще с Аленкой не виделся, садись И с Васькой как следует не поговорила Не спеши Да я не хочу от души рвать Проморгал я свое счастье Проморгал Сколько раз я представлял себе тут приеду К Оле К своей дочке Тут еще ли сына родной растет Не, я поеду Ну, давай выпьем, Вась Легче станет, а? Наливай Ну, давай сам Давай Ага Вот, молодец Ты, ты что наделала? Ну, давай руки мыть Пошли, пошли, пошли Пошли Ты куда, Оль? С опытностью Подожди, я с тобой Зачем? Я с тобой Че у тебя за сумма здесь? Ты сюда аванс включил? Ох, что ты за человек такой, Витя Смотри, видишь, написано Аф Или я собака тебе, что ли? Аф Смотри внимательно, видишь Десять тысяч Я знаю, что это за Аф У тебя здесь написано Оль Ладно, проверим Проверяй, проверяй Дядя, тезка А я тебя в альбоме видел В каком еще альбоме? У мамы есть маленький альбомчик С фотографиями Там твоя карточка Хочешь, покажу Он в доме Хорошо, привил? Да намертво А тезка Это имя такое? А ты кто? Я же тебе уже говорил Я повар Ладно, проверять Пойдем в дом Пойдем А я бригадиром хочу быть Отлично Будешь начальником Будешь деньги нормальные зарабатывать А где ты был До того, как к нам приехал? До Белого моря А там акулы были? Там только морские котики Ух ты, коты в море плавают? Ага А возьмешь меня поглядеть? Ну, когда-нибудь да возьму А ты не мой папа? Вася! Василюк, иди обедать Подожди Это она меня зовет Прости меня Прости, что так вышло Я поеду Я тебя очень ждала, Васил А теперь уже ничего изменить нельзя Как Алена? С Аленой все хорошо Я ведь так даже не успел Ну, может, она и лучше Не знаю, Вась Честно Не знаю Я поеду Вась, ты не ушибся? Васька Я тебе сколько раз говорил По стройке не шастать, а? Ну-ка, марш, домой Отпусти меня Отпусти меня Не хочу домой А то пока стеклеем, пока покрасим И так у нас перерасход Хорошо Хорошо, Вась, как скажешь Игнат Иванович Я поеду Поедешь Ну да А деньги-то, Вась Ну, сейчас расчет получу А мне не надо Вы их Ольге Передайте Хорошо Виктор сейчас Деньги отдаст И я передам Оль Это для детей Хорошо Хорошо Она мне новая Назды не хватает Надо Ну, всего наилучшего Удачи, Вась До свидания До свидания Оль Ты от меня, Лёва, поцелуй А ваше Скажи Ты сама лучше знаешь, что сказать До свидания До свидания Лёвка Мама Мне страшно Вася 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 Я держу Вася Вася Я держу Вася 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 Я сколько раз говорил Постройки не лазит Вася Скорую Скорую вызывай Вася Пожалуйста Вася Где он? Проходите. Туда. Вить, прости. Вить. Не надо, Варя. Я же понимаю все. Витя, подожди. Подожди, Вить, подожди. Держи, нам чужого не надо. Думали, для клиента строим, оно оказалось в онках для своего. Не-не-не, держи. Да ты, ты не переживай, Вить, не переживай. Все одно мучил с собой всю жизнь, зная, что она другого любит. Добрав-то, конечно, Игнатий. Деньги возьми. Нет, нет, Вить, так ведь бригада решила. А ты, ты, да выпей, Вить, выпей. Легче станет. Выпей. Ну, прошу тебя, возьми, будь человеком, а? Не надо. Не надо. Атоныч, так бригада решила. Тогда возьми мотоцикл, а? Ну, зачем мне мотоцикл? Не надо. Зачем мне вообще вот это все надо? Эй, ну, ты что? Ты что? Жить надо. Жить надо. Люба, братцы, Люба, Люба, Братцы, Жить, С нашим атаманом не приходится тужить. Жить надо. Люба, братцы, Люба, Люба, Братцы, Жить, С нашим атаманом не приходится тужить. Женка погорюет, выйдет за другого, За моего товарища забудьте за меня. Жалко только болеет, а широко болеет, Жалко только болеет, Жалко только болеет, Жалко только болеет. Вам в обязательном порядке надо сделать рентген. Но, по моему опыту, переломов и травм позвоночника нет. Слава Богу, в рубашке родился. Сильный ушиб, конечно. Сотрясение. Ну, до свадьбы заживет. Так что, счастливо оставаться. Спасибо большое. До какой свадьбы? До свадьбы ваших мамы и папы. Ты понял? Я сразу понял, что это мой папа. Он меня на руках держал, а тебя не держал. Держал, держал. Когда это? А когда ты еще не родился. Как это? Ну, когда я еще на Белое море к тюленям не уехал. Пап, а ты когда выстроишь, ты опять к тюленям поедешь? Оль, сыграй нашу любимую песню. Ты серьезно? Да. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы однажды встретимся, чтобы узнать друг друга. И не помешают нам ни дожди, ни вилка. Мы однажды встретимся, там где звезды светятся. Там где мы найдем с тобой нашу любовь. Мы однажды встретимся, там где звезды светятся, там где мы найдем с тобой нашу любовь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok